Съемки были сделаны в ноябре 2015 года. Герой сюжета – шестимесячный Егор Коронаев из Нижнекамского района. У него искривление ножек, они подвернуты внутрь. Таким малыш родился. Обычное лечение не принесло результата. Нижнекамский лечили нам, да. Мы гипсовали два раза. Мама обратилась за консультацией казанским специалистам. Здесь им предложили лечение по щадящему методу панцетти. Однако стоимость лечения для семьи, которая живет на небольшую зарплату мужа, оказалась неподъемной. А нужно было 128 тысяч рублей. Вот тут на помощь пришел Русфонд и неравнодушные татарстанцы. За неделю собрали даже больше – 162 тысячи рублей. Излишки не пропали. Их направили на лечение других деток. С маму же Егору уже тогда, в ноябре, загипсовали ножки. Лечение обещает быть долгим, но прогнозы хорошие. Планируем 6-8 раз прогипсоваться и очень тщательно наблюдать за данным ребенком в силу того, что повышен риск рецидивов. Но у нас ожидается также положительный результат. То есть здесь мы гарантируем. Но единственное, здесь, конечно, случай достаточно сложный. И это не единственная история со счастливым финалом. Ежегодно Русфонд помогает многим детям. А деньги жертвуют неравнодушные люди. Руководитель татарстанского бюро Русфонда Наталья Спиранская говорит, что среди благотворителей очень много нижниканцев. Притом помогают не всегда деньгами. Был случай, когда передали необходимые, но дорогостоящие лекарства. Русфонд помогает детям с самыми разными заболеваниями. Но его деятельность намного шире, чем просто собрать деньги. Например, сейчас Русфонд запускает грандиозный проект. Его цель – создание единого реестра доноров костного мозга. Сейчас в России около полутора тысяч человек нуждаются в пересадке костного мозга. Подобрать донора очень сложно. Шанс один к десяти тысячам. В российском реестре всего 45 тысяч человек. Для сравнения, в Германии – 6 миллионов. Сейчас единая база данных создается и в нашей стране. Работа нужная и важная. Все, что требуется от этого, это надо сдать просто анализ крови, для того, чтобы понять, какой генотип у этого донора. Просто-напросто по этому списку, это все будет в едином регистре, уже будет подбираться донор там, где мы можем очень быстро помочь. Иногда разговор идет о днях, часах, неделях максимум, когда надо подобрать донора. И не надо обращаться никуда ни в Германию, никуда. Попасть в базу данных доноров сейчас могут и татарстанцы. Научную работу проводят в КФУ, а оплачивает Русфонд. Сдать кровь на донорство пока можно только в Казани, но помочь могут и нижнекамцы, как и раньше, отправив СМС-сообщение. В данном случае со словом «донор» на номер 5541. Стоимость СМС-пожертвования 75 рублей. А если вам нужна помощь Русфонда, нужно просто заполнить заявку на их сайте. Все справки по бесплатному телефону 8 800 250 75 25. Евгения Корбакова, Ринат Харасов, Новости НТР.